Продолжение следует... То есть на 13-й странице вы можете записать эту информацию. Я думаю, что вы будете рады этому дополнению. Что меня удивляло в течение моего преподавания курса по этике, все больше и больше, это одно дело, когда вы говорите об этических теориях. И совсем другое, это дать людям схему принятия решения, чтобы сделать нравственный выбор, когда вам приходится сталкиваться с теми проблемами, о которых мы будем говорить на этом курсе. И насколько я могу судить, приемлемая схема принятия решения подразумевается в том, что мы уже говорили об этических теориях. Нам только нужно сделать ее очевидной. Поэтому я предлагаю заняться этим в последующие несколько минут. И я думаю, что вы очень скоро обнаружите, что эта схема станет вашей неотъемлемой частью, и вы почти непроизвольно, оказываясь в этических ситуациях, должны будете принять решение или дать ответ. Мы начнем с этого. И это хорошо. Мы хотим, чтобы так и было. Ну хорошо. И вот, вот эта схема. Во-первых, я думаю, вам необходимо вначале определить, какова ваша этическая теория. Я должен конкретно спросить себя. Я кто? Консеквенциалист или нон-консеквенциалист? Я должен знать это в первую очередь, потому что это поможет мне узнать, какие именно аргументы за, например, аборт, а какие против будут значительными и убедительными для меня. Если некоторые аргументы говорят мне, что в аборте нет ничего плохого, потому что он приносит желаемые результаты, то мне не нужно особенно беспокоиться. Если я консеквенциалист, то я не должен беспокоиться, есть ли принципы, которые говорят, что убийство есть зло, что лишение жизни – это безнравственно. А с другой стороны, если я нон-консеквенциалист, то по моей этической теории я приду к другому выводу. Предположим, мой друг выступает за свободу выбора, и он говорит мне, что есть различные общественные, экономические последствия беременности, что для некоторых женщин это очень трудно, следовательно, мы должны предоставить им право сделать выбор, прервать беременность или нет. Я должен догадаться, что эти аргументы вытекают из консеквенциалистской теории. Ее сторонники стремятся к тому, чтобы получить наиболее удобные результаты для беременной женщины, какие только возможны. А если я придерживаюсь нон-консеквенциалистской теории в этике, меня не тронет такой подход к проблеме. Это не значит, что я не должен проявлять сочувствие к тем женщинам, которые забеременели, и не знают, как найти средства и силы вырастить своего ребенка. Но я не должен думать, что это само собой оправдывает то, что они собираются сделать. Прежде всего, определите свою этическую теорию. Что для вас важнее – последствия или принципы? После того, как вы узнали, к какой категории относится ваша теория, можно продолжить определение своей позиции. Придерживаюсь ли я одной из теорий божественного закона? Или, может быть, натуралистской этики? Может быть, в противоположность к консеквенциалистской этике, я больше склонен к ситуационной этике Джозефа Флетчера? Во-вторых, мне нужно быть уверенным, правильно ли я понял ситуацию, какой выбор можно сделать. И это особенно касается многих проблем, которые мы будем обсуждать на протяжении семестра, включая аборты, эвтаназию, различные виды репродуктивных технологий, которые относятся к категории генной инженерии, и различные другие технологии, которые вмешиваются в генетический код. Нам нужно до конца понимать ситуацию, в которой мы оказались, и возможные варианты решений проблемы, когда нам нужно сделать выбор. Частично это значит, что если кто-то собирается, например, сделать аборт, и нам говорят, что их доктор считает необходимым сделать аборт, потому что есть физические причины, которые при продолжении беременности могут привести к потере жизни. Мне кажется, что прежде чем дать рекомендации о том, как поступить, делать аборт или не делать аборт, мне нужно иметь как можно более полные медицинские сведения об этой ситуации, если это возможно. Может быть, этот врач является просто предсказателем будущего, или он, или она действительно могут обосновать то, что утверждают. На самом ли деле существует реальная опасность потери жизни? Полное понимание ситуации становится крайне важным при различных видах эвтаназии. Например, если у вас есть кто-то из ваших родных или близких в больнице, и он подключен к системе жизнеобеспечения, возможно, он или она в коме. Вы не знаете, может быть, и нет. А вот врач говорит, знаете, я думаю, вам нужно перестать кормить вашего близкого через специальную трубку. Вы знаете, они используют трубку, если нужно выключить систему. И вот этот врач говорит, что, по его мнению, улучшений не будет, а время будет идти, и все это приведет к вашему эмоциональному истощению, и к вашему финансовому истощению. И вообще, неужели вам хочется наблюдать за тем, как ваш родственник или близкий проходит через все это? Не будет ли разумным, прежде чем вы примете решение остановить искусственное поддержание жизни с помощью технологии и выключить аппарат, не захочется ли вам все-таки иметь очень четкую картину, что приведет к физической смерти? А во-вторых, вы должны знать, как мне кажется, что именно думают врачи о физическом состоянии этого человека, и насколько точными будут их предположения. Может быть, они склонны к пессимизму, или они дают вам достаточно реалистичную картину происходящего. Зная, что происходит, вы получите более адекватное представление о тех возможных вариантах, которые вы можете сделать, и, следовательно, вам будет легче, хотя нельзя сказать, что совсем легко, принять решение. Итак, я определяю свою этическую теорию. Я должен разобраться в ситуации, которую вынесли на мое рассмотрение. Теперь давайте представим, что я консеквенциалист. Как мне поступить в этом случае? После того, как я определил свою теорию, разобрался в ситуации, теперь я должен определить неморальные ценности, которые я хотел бы увеличить до предела. Предположим, что в соответствии с моей теорией, каждый раз, совершая поступок, мы пытаемся увеличить удовольствие и уменьшить боль. Но хорошо. Тогда мне кажется, что в определенной ситуации, с которой я столкнулся, мне нужно проанализировать, какой у меня есть выбор действия. Нужно понять, какой поступок доставит мне или произведет наибольшее удовольствие и намного уменьшит боль, и какой из поступков не приведет к таким результатам. И мне нужно знать это, потому что то, что я буду считать нравственным, это поступок, который увеличивает неморальное благо, приносит удовольствие, делает кого-то богатым и так далее. Это устраняет эмоциональный стресс. И тогда мне нужно знать, какое бы решение я ни принял, я должен быть уверен в результате, то есть в увеличении неморальной ценности, которая мне нужна. После того, как я определил неморальные ценности, которые я хочу увеличить, тогда я могу проанализировать различные варианты, которые у меня есть, и я должен принять решение, который из поступков произведет больше желаемого неморального блага. Это может быть удовольствие, богатство, отсутствие стресса, что-то в этом роде. И во время анализа возможных вариантов мне не обойтись, если я консеквенциалист, без расчета риска, который вполне возможен при выборе определенного решения, а также определить преимущества этого поступка. Консеквенциалистская этика очень сильно склоняется к необходимости проанализировать преимущества, чего это будет стоить, и какая может быть получена польза. Например, сколько мне будет стоить, если больной будет и дальше подключен к аппарату жизнеобеспечения? Сколько пользы будет больному, если он будет подключен к аппарату жизнеобеспечения? Врачи говорят, что медицинский анализ ситуации показывает, что нет никакой надежды на улучшение. Даже если ваш больной дальше будет подключен к аппарату, это не приведет к выздоровлению. Но, с другой стороны, если все останется так, вы будете все глубже впадать в уныние, видя, как страдает любимый вами человек, и понимать, что все, что вы делаете, не приносит никакой пользы. Консеквенциалист, скорее всего, посоветует, учитывая риск и преимущество подключения к аппарату, особенно если стараюсь избавиться от стресса, увеличить удовольствие, возможно, будет лучше отключить аппарат, скажет он. Вот такое направление вы изберете, если вы консеквенциалист. Консеквенциалист. После того, как вы определили, какой поступок увеличивает неморальную ценность, которая нужна вам, не только этот поступок становится хорошей затеей с практической точки зрения, но вы в соответствии с консеквенциалистской теорией скажете, что этот поступок становится вашим долгом. Можно еще кое-что добавить к этим консеквенциалистским теориям. Мы упоминали утилитаризм. Это одно из направлений в консеквенциалистской теории. Если возможно, хотелось бы разграничить понятие утилитаризм, правил и утилитаризм поступков. Позвольте мне объяснить, в чем разница. Давайте представим, что неморальная ценность, которую мы хотим получить, посредством наших действий, это увеличить удовольствие и уменьшить или уничтожить боль, насколько это возможно. Если я действую в рамках утилитаризма правил, тогда мне нужно найти общее правило, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и потом сказать, именно это, скорее всего, я и должен делать. Другие люди в подобных ситуациях или я в подобной ситуации, да, скажу, нет ничего страшного в том, что я выключу аппарат. Утилитаризм поступков говорит, вместо того, чтобы искать общий стандартный подход, который может показаться эффективным, давайте сосредоточимся конкретно на самом решении, на том решении, которое нам нужно принять в данной ситуации, на том поступке, который нам нужно совершить именно в этой ситуации, в этом деле. И мы не будем обращаться к правилам, которые обычно хорошо срабатывали в других ситуациях, но просто посмотрим только на поступок и определим лучшее из того, что может быть сделано, если мы хотим увеличить удовольствие и уменьшить боль в данной ситуации. И еще одно дополнение. Если вы консеквенциалист, особенно утилитарный, на ваше решение повлияет и то, кому вы хотите помочь. Мне нужно будет спросить себя, как консеквенциалиста, ищу ли я наилучшего блага для наибольшего количества людей или ищу наилучшего блага для себя лично. Когда я принимаю это решение, я либо пытаюсь найти выход, который увеличит удовольствие и уменьшит боль только для меня, или для всех, кто оказался в этой ситуации. Теории, которые сосредоточены только на том, как это скажется на мне, называются эгоистичными или эгоизмом. Меня интересует только собственная персона в этом случае. Вот что мы можем сказать о консеквенциалистах и о схеме их действий. Но предположим, что я проверил свою этическую теорию, и она нон-консеквенциалистская. Я понимаю ситуацию, что мне делать дальше. Если я нон-консеквенциалист, то мне нужно искать нравственное правило или принцип, который будет непосредственно или косвенно относиться к насущной для меня ситуации. Если я столкнулся, например, с вопросом прекращения жизни человека, существующего за счет оборудования, и мне сказали серьезно обдумать возможность отключения этого оборудования, тогда мне нужно спросить себя, существуют ли нравственные правила, которые бы управляли подобной ситуацией и были приемлемы к ней. Так как отключение системы жизнеобеспечения приведет к смерти человека или позволит этому человеку умереть, может быть, мне следует подумать, есть ли какие принципы, которые имеют отношение к смерти человека и умерщвлению человека. И я скажу, да, конечно, в соответствии с моей теорией, мы не должны лишать невинного человека жизни. Если же я столкнулся с ситуацией, в которой правило не столь очевидно, давайте вернемся к иллюстрации, которую я использовал несколько недель назад, здесь нет прямого повеления, в котором бы говорилось, что безнравственно записывать на видео матч по футболу, а потом показывать его тем, кто не смог посмотреть его и брать за это деньги. Вы не найдете этого в Писании или в любой здравомыслящей системе, но вы обнаружите правила, запрещающие воровство. И после непродолжительного размышления я надеюсь, что вы поймете, что подобные поступки на самом деле не что иное, как присваивание себе того, что принадлежит другому, и приобретение материальной прибыли за его счет. Может быть, у кого-то есть авторское право на это, и он хочет производить этот товар и продавать, но вы отбираете часть товара у него. Именно это я имел в виду, когда говорил «Спросите себя, есть ли здесь очевидное или подразумеваемое правило, которое подходит к этой ситуации». Хорошо. Но что же делать после этого? Предположим, что два правила приемлемы в данной ситуации, но они конфликтуют друг с другом. Что делать с этим? Предположим, что я столкнулся с вопросом прекращения жизни. И я знаю, что мой долг не лишать кого-то жизни, а сохранять жизнь. Но я также говорю, разве я не должен устранить боль, насколько это возможно? Но в данной ситуации, скорее всего, просто невозможно и сохранить жизнь, и устранить боль. Итак, у нас есть два правила, которые я считаю долгом, но я не могу одновременно их исполнить. Как же мне сделать выбор? Если вы сторонник теории иерархии, как я, например, тогда вам придется подумать. В данной ситуации мне нужно определить, какое из правил приоритетнее или выше другого. И тогда я узнаю, каков мой долг. Все это хорошо, но предположим, что я определил все подходящие правила, и я должен поступить как сторонник теории иерархии. Но я все еще не знаю, какое правило будет приоритетнее, то есть выше других правил. Я просто не знаю, что делать. Приведу иллюстрацию. Мой долг не лишать жизни, а сохранять жизнь. Но также, как и в случае с одной итальянкой, я не знаю, слышали ли вы об этом, на прошлой неделе новости сообщили, что одна женщина-итальянка, которой в ранние сроки ее беременности сказали, что у нее была форма рака женских органов, и ей нужно было начать лечение немедленно, если она хочет выжить. Но для того, чтобы начать лечение, нужно было сначала избавиться от ребенка. И вот эта женщина сделала выбор. Она не могла заставить себя убить ребенка. И поэтому она решила сохранить ребенка. Ребенок родился, но она умерла некоторое время спустя, после рождения ребенка. Хорошо, существует правило сохранить жизнь, а не лишать жизни. Но это относится и к матери, и к ребенку. И мне вовсе не кажется, что можно выстроить иерархию в данном случае. Всегда нравственнее спасти жизнь матери, чем ребенка, или всегда нравственнее спасти жизнь ребенка, чем матери. Другими словами, правила конфликтуют. И я действительно не могу выбрать, которая из них приоритетнее. Что мне тогда делать? Мне кажется, что в данном случае единственное, что вы можете сделать, это принять во внимание последствия, а потом решить, какой выход из ситуации будет наилучшим. В данном случае наиболее благоразумным будет поступить таким образом, примите решение вы. А наиболее благоразумное будет и нравственным, так как вы при этом не нарушаете никаких нравственных правил. Услышав это, вы можете сказать просто ужасно. Вы нам сказали только что, что вы нон-консеквенциалист. Вы думаете, что библейская этика тоже нон-консеквенциалистская. И все такое. А потом вдруг меняете свои взгляды и принимаете во внимание последствия. Вы противоречите сами себе. Знаете, я бы противоречил, если бы сказал, что в первую очередь определите, какой поступок принесет наиболее благоприятные результаты, которые вы представляете себе. Но мы не говорим этого. Мы говорим, прежде всего, если вы нон-консеквенциалист, примите во внимание или определите, какие правила непосредственно или косвенно влияют на ваш выбор. А затем, если окажется, что подходящие правила конфликтуют друг с другом, и даже если после иерархического подхода к ним, вы не можете решить, спасти ли вам жизнь матери вместо жизни ребенка, или наоборот, что тогда делать после этого. Вот в этот момент, как мне кажется, единственный выход – это подумать о последствиях. Это не означает, что вы отклонились от нон-консеквенциализма. Вы бы с радостью приняли решение, основываясь на принципах, если бы вы смогли вывести принцип и быть абсолютно уверенным, что все люди скажут «да», это и есть наивысший принцип. Но в данном случае такой ситуации нет. Вам предстоит сделать выбор, вам предстоит принять решение. И тогда, что же вы можете сделать, кроме как подумать о последствиях? И вы примите решение, зная, что ваш выбор исполнит одно правило, но нарушит другое правило. В этом есть суть этических конфликтов. Если вы сторонник теории иерархии, то вы скажете, у вас есть моральное оправдание. Вы выбираете одно, а не другое, потому что вы не свободны и не можете выбрать оба. Вы не свободны сделать и то, и другое одновременно. Ну хорошо, давайте вернемся к случаю с беременной женщиной. Если эта женщина посмотрит на последствия и скажет, «Послушайте, я осознаю свой долг перед ребенком, но у меня также есть муж и еще двое детей. И если я пожертвую своей жизнью, то это сильно повлияет на тех людей, которые рядом со мной. Детям придется расти без матери, мой муж потеряет жену, и вдобавок ко всему, им еще придется ухаживать за новорожденным, моим ребенком. Но, с другой стороны, я мог бы говорить и о последствиях, в случае, если ребенок умрет, а мать останется жить. Если посмотреть на картину в целом, то можно прийти к выводу, что в данном случае, в любом случае, все ощутят последствия на себе. Кажется, что мать поступила бы благоразумнее, в данном случае, если бы сделала аборт, вместо того, чтобы жертвовать своей жизнью. Если какая-либо женщина решится поступить так же, как поступила эта итальянка, я не думаю, что у кого-то из нас будет право сказать, что она совершила безнравственный поступок. Я не думаю так. Я думаю, что она пыталась действовать в соответствии с различными принципами и чувствовала, что она, мне не хочется сказать, обязана, но что ей следует пожертвовать своей жизнью ради новой жизни. И я не стал бы утверждать, что ее поступок безнравственен. Может быть, он не самый благоразумный. Я нон-консеквенциалист, и для меня благоразумие и нравственность разные понятия. А для консеквенциалиста благоразумие и нравственность это одно и то же. Вот в чем отличие двух теорий. Итак, к счастью, многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, многие решения, которые нам нужно принять, не содержат конфликтующих принципов. Ну а если есть конфликтующие принципы, то невозможно просто взглянув на принципы определить, какой из этих принципов предпочтительнее. Но время от времени происходят подобные случаи, и вот эта схема подскажет вам, что делать в такой ситуации. Это все, что я хотел сказать о принятии решения христианином. Давайте остановимся на этом и займемся вопросами, дополнениями, которые у вас возникли по какой-либо из прочитанных глав, а потом пойдем на перемену и поговорим об абортах. Может быть, мы немного поговорим о принятии этических решений в браке? Например, когда муж и жена не согласны друг с другом. Если взять иллюстрацию, которую вы приводили, предположим, что жена беременна, но у нее рак, то есть такая же ситуация. И вот жена говорит, я не буду принимать лекарства от рака и сохраню ребенка. А муж может сказать, я бы предпочел, чтобы со мной была жена, которую я знаю и люблю, чем ребенок, с которым у меня еще не развились взаимоотношения. Как супружеским парам решать такие вопросы? Что ж, вы все услышали этот сценарий? Как насчет тех, кто сидит на задних рядах? Смотрите, он говорит, а что, если в той же ситуации, о которой мы недавно говорили о женщине-итальянке, не только мать обдумывает нравственность поступка, но также и ее муж. И вот что он думает. Он не хочет, чтобы его жена пожертвовала жизнью. Это не значит, что он такой черствый и совсем не жалеет своего ребенка, но его заботит его жена и мать его детей. И эта ситуация станет еще интереснее, сложнее, если предположить, что он заставляет ее, свою жену, сделать аборт. Здесь снова подразумевается нравственный принцип. Разве жена не должна подчиняться мужу вообще, а особенно в тех случаях, когда возникают разногласия? Я думаю, что стоит задать такой вопрос. А сейчас становится нам очевидным, что вот в этой ситуации правило, что жена должна подчиняться мужу, более приоритетно, чем требование сохранить жизнь, включая жизнь нерожденного ребенка. При наличии подобного сценария мне хочется сказать то, что я говорил на прошлой неделе. Я хочу повторить, что я не думаю, что так просто заранее проанализировать ситуацию, чтобы четко определить иерархию каждой проблемы в отдельности. Я думаю, что в такой ситуации, давайте предположим, что других детей нет. Но муж все равно говорит, я не хочу потерять жену, а кроме того, я не смогу один воспитывать ребенка. Как вы думаете, если бы не было других детей в этой семье, а не два ребенка, как у них было, что-нибудь было бы по-другому в такой ситуации? мне кажется, что мы можем прийти к тому, что мы действительно не знаем, какое правило здесь должно быть важнее. Правило, гласящее, что она призвана подчиняться мужу, или правило о том, что нужно сохранить невинную жизнь. Мы здесь понимаем, что мы не можем сохранить обе жизни. В таком случае похоже, что одни люди могут прийти к убеждению и доказывать, что обязанность сохранения жизни важнее обязанности повиновения жены мужу, так что она должна принять то решение, которое она хочет и сохранить ребенка. Я думаю, в этом случае также возможно, что она скажет, знаете, мой долг повиноваться мужу, и я думаю, этот долг вытесняет мой долг сохранения жизни, или любой другой долг, ради которого я пожертвую собой. В подобной ситуации я думаю, мне было бы очень и очень трудно, независимо от того, какой выбор она сделает в конце концов, сказать ей, что она поступила безнравственно, приняв то или другое решение. Существенно то, что я могу думать, что долг сохранить жизнь дитя, пожертвовать жизнью матери важнее, чем долг повиноваться мужу. А что, если она думает, когда думает о нравственности, что подчинение мужу приоритетнее, важнее, чем долг пожертвовать собственной жизнью и сохранить таким образом жизнь и так далее. Готовы ли мы, готов ли я сказать ей, что у нее неверная иерархия? Я не думаю, что в подобных условиях я могу сказать, что у нее несовершенная иерархия. Если мы видим конфликт между, например, поклонением Богу и поклонением царю или что-то в этом роде, то достаточно легко на основании Писания мы можем сказать, следование за Богом, поклонение Ему и только Ему приоритетнее, чем все остальное. Но в данном случае я не уверен, что имею право сказать ей, послушай, твой муж настаивает, чтобы ты сделала аборт, а ты должна подчиняться Ему. Следовательно, ты поступила неправильно. Как мне кажется, найдутся люди, которым понравится вот такое рассуждение, что она поступила безнравственно. А другие скажут, я не совсем в этом уверен. Я совсем в этом не уверен. Вы можете увидеть, что любой выбор или любая из этих теорий не применяется так легко, как хотелось бы. В ситуации подобной этой некоторые из консеквенциалистов могут сказать, посмотрите, в какой неразберихе казались мы из-за нон-консеквенциалистов. Смотрите, у вас несколько правил, а сами вы даже не знаете, которые из них приоритетнее. Теперь-то вы понимаете, почему в конечном итоге нам придется принять во внимание последствия. Но есть и другая сторона медали. Если нон-консеквенциалист, то есть один из нас скажет консеквенциалисту, посмотри, ты высчитываешь последствия, и ты видишь определенные последствия, желаемые и не очень желаемые, при одном решении, и другие последствия при другом решении, здесь все далеко не так очевидно, чтобы мы могли определить, какие из последствий будут лучше. Вот в какой неразберих оказались мы из-за вашего желания решать все на основании последствий. Все этические теории можно оспаривать в определенных ситуациях. Однако, если мы нон-консеквенциалисты, схема должна быть следующей. Понять ситуацию, насколько это возможно, принять во внимание нравственные принципы, приемлемые в ней, и попробовать найти способ определить, какое из правил приоритетнее, если правила конфликтуют. А затем, я думаю, нужно уважать других людей, тех, кто, используя те же самые теории, приходит к другому выводу. Если муж считает, что жена поступила безнравственно, потому что не повиновалась мужу, могу ли я сказать, что он сам поступил безнравственно, когда заставлял ее убить ребенка? Я не думаю, что у меня есть право говорить такое. Один из них, она или ребенок, должны были умереть в этой ситуации, в зависимости от того, что она сделает. Я думаю, что многое здесь зависит от взаимоотношений между мужем и женой. И здесь я непосредственно возвращаюсь к тому вопросу, что в подобных ситуациях очень важно, какие у них взаимоотношения. Как они обычно решают вопросы, когда их мнения отличаются? До какой степени муж может думать, или она должна делать то, что я ей говорю, или она бросает вызов моему авторитету, или он думает, нет, она не ставит под сомнение мой авторитет. Она просто хочет, чтобы я посмотрел на проблему с другой стороны. Она готова подчиниться тому, что я говорю ей, но она просто хочет предоставить мне достаточно информации, чтобы я мог принять правильное решение. Я не знаю, можно ли предсказать, как это будет у разных супружеских пар, какие взаимоотношения там будут. Жаль, что я не могу предположить суперморальное правило, которое бы говорило, она обязана подчиняться тому, что говорит муж, а не следовать другому правилу. Такого нет. Я не уверен, что я могу привести какое-либо библейское, богословское или философское обоснование для этого. Я знаю, что это не полный ответ, но я знаю, что это реалистичный ответ, такова жизнь. И иногда из-за нашего несовершенства или из-за того, что мы живем в этом падшем несовершенном мире, иногда мы действительно попадаем в такие ситуации, которые подавляют нас. И мне будет непросто сказать, ты должна была подчиняться своему мужу, иначе поступила бы безнравственно. Или ты должна противостоять своему мужу и сохранить жизнь твоей дочери, твоего ребенка. Или в какой-то ситуации муж может принять решение принести в жертву жизнь супруги, чтобы сохранить ребенка. Если она сделает что-либо противоположное, я не уверен, что мне легко будет сказать, что она поступила безнравственно. Другие вопросы. Очень, очень хорошие вопросы. Спасибо, что вы их задали. Это напоминает мне о другой ситуации. Что, если это христианская семья? Тогда возникает вопрос, а что, если Бог вмешается в ситуацию напрямую? это приведет к совершенно другому сценарию для этой ситуации? Я думаю, это возможно. Я думаю, что здесь, к сожалению, мы ограничены во времени, если учесть состояние ее здоровья. Выяснение обстоятельств становится очень важным. Кто-то может сказать, что Бог может вмешаться, и нам не нужно будет принимать эти решения. Но если уже девятая неделя беременности, и что-то нужно предпринимать, потому что после этого назад уже ничего не вернешь, так что я думаю, что муж и жена могут согласиться. Они могут сказать, что ж, давай подождем еще несколько недель, и попросим Бога показать нам, что нам делать, или пусть Он сам вмешается в ситуацию. Если Он не вмешается к назначенной неделе, то нам придется принять решение. С другой стороны, я думаю, что тоже может случиться в христианском браке, когда муж и жена не во всем согласны друг с другом. Они могут сказать, ну, хорошо, мы оба спасенные люди, и так как оба имеем общение с Богом и с Духом Святым, то мы можем оба, и мы призваны оба быть способны просить Бога в совместных и личных молитвах, чтобы Он показал нам, что делать. И есть основания верить, что если мы попросим Его об этом, то Он ответит. Такой подход может дать нам некоторое время, чтобы помолиться вместе и по отдельности о том, что ожидает от нас Бог, но мы должны осознавать, что это может продлиться только определенное время, если врачи правильно оценили состояние ее здоровья. Есть еще дополнения. Все это были очень замечательные вопросы. Что ж, может прервемся на 10-15 минут, и потом вернемся и начнем говорить об абортах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok